Как вы помните, раньше у нас было целых два конкурирующих главнытика. Это Евгений Пригожин и Игорь Стрелков-Гиркин. Сейчас один в могиле, другой в тюрьме. И, ну, судя по этому раскладу, все-таки ставки Гиркина сыграли лучше, чем ставки Пригожина. Хотя не сказать, что он в каком-то особом шоколаде. Он находится в СИЗО уже более 100 дней, никто его вытаскивать оттуда не собирается. А более того, ему как-то не очень особо пишут. Игорь Стрелков-Гиркин является человеком, который во многом участвовал в начале этой войны. Ну, он в целом стал ее катализатором. Именно он со своими сонаемниками на деньги Константина Малафеева пришел в Донецк-Луганск и начал там поджигать. Ну, в прямом смысле поджигать, и все это привело к военным действиям. То есть Игорь Стрелков-Гиркин один из поджигателей этой войны. В чем и сам он неоднократно признавался, и говорили те, кто вместе с ним участвовал в этом всем. При этом надо сказать, что оказалось, что Игорь Стрелков-Гиркин, который именил себя иконой вообще вот этого вот якобы там русской весны, освободительного русского движения, не знаю, как он там себя называл, рассерженных патриотов и всего прочего, оказался не у дел. Стоило лишь загнать его в тюрьму. Никто ему не пишет. Никто не хочет с ним коммуницировать. Это буквально написано в письмах, которые он отправляет своей жене. Она пишет следующее. Получила письмо от Игоря. Он просил опубликовать этот отрывок. Передай моим друзьям, что писем я получаю мало. Два-три в неделю. Если они написаны мне, а я не ответил, значит, либо не получил их писем, некоторые идут по месяцу и более, либо они тоже не получили мой ответ. Мои письма идут так же долго. В общем, полковнику никто не пишет. Она и понятна, потому что в целом Игорь Стрелков-Гиркин, несмотря на то, что был одним из поджигателей войны, к началу уже полномасштабной войны предыдущим весом не обладал, а наоборот. Постоянно говорил о проблемах в российской армии, собственно, не хвалил руководство и всячески показывал свою относительную нелояльность. По крайней мере, именно так это было считано властью. Общение с ним стало токсичным и опасным, потому что напрямую могло привести к уголовному сроку. Именно поэтому вот эта его организация, рассерженные патриоты, клуб рассерженных патриотов, развалилась еще до его посадки. А когда его посадили, и вовсе от нее ничего не осталось. Поэтому сейчас жалкие остатки этой организации, которые к суду смогли вывести всего лишь 10 или 20 человек, просто перепущивают всевозможные плакаты типа Игорь Стрелков в тюрьме уже столько-то, столько-то. А сам Игорь Стрелков не интересен своим сторонникам. Хотя, казалось бы, это человек, который за войну и за всякое людоедство. Но интересен он, конечно, нам не своей судьбой. В том, что Игорь Стрелков сидит в тюрьме, нет ничего плохого. Хотя я предпочел бы, чтобы он сидел по тем обвинениям, которые ему действительно предъявлены и которые являются настоящими. Потому что российская власть посадила его за то, что слишком много он говорил того, что российской власти не нравилось. Посадила его за слова. Посадила его за слова, которые дискредитировали, по мнению власти, российскую же власть. Вообще такой подход российской власти к тем, кто ее критикует, даже с точки зрения военных, которые говорят, что смотрите, здесь у вас провал и здесь у вас провал. Это очень хорошее отношение. Мы российскую власть за это хвалим. Потому что чем меньше российская власть будет знать о своих проблемах, чем меньше она на них будет обращать внимание, тем слабее будет армия, тем скорее закончится война. Поэтому тому, что Игорь Стрелкова и Геркина посадили, мы с вами довольно серьезно, безусловно, рады. А потому что нет-нет, да вдруг и обратили бы внимание на то, что он пишет. Потому что с точки зрения военной аналитики Стрелков хоть и не имеет обширных познаний, но имеет обширный боевой опыт. И плюс-минус понимает, как устроена российская армия. Из-за этого его мысли о происходящем, они не безинтересны. И давайте же сегодня с ними и ознакомимся, почему Игорь Стрелков считает, что у российской армии все плохо, с чем это в итоге все закончится и почему с каждым днем развал России и ее тотальное поражение становится все более и более вероятным. Об этом рассказывает Игорь Стрелков-Геркин в своих письмах. Поэтому давайте возьмем, что называется, чайку и примемся ностальгировать о тех днях, когда Стрелков мог ныть свободно каждый день. Теперь это удовольствие для него достаточно затратное по времени и скорость доставки его сообщений нам сильно-сильно снизилась. Тем не менее, он наныл вполне прилично и вполне прилично своим нытьем подвел итоги, собственно, конца лета, начала сентября. Начнем с письма, которое было написано, по крайней мере, 27 сентября. О текущих задачах пишет Стрелков свои наставления тем сподвижникам, которые у него есть. Анализируя ситуацию в России, он выдает им фактически задания. Правда, проблема в том, что сподвижников у него доволя практически не осталось. Прежде всего, чрезвычайно полезной представляется мне продвигаемая Георгием Федоровым инициатива по формированию единого блока национально-патриотических сил, способных объединиться ради России и ее народа, невзирая на значительные идеологические разногласия. По сути, задача состоит в том, чтобы повторить очень правильную акцию НПСР по выдвижению единого кандидата на президентских выборах. Тогда, в 2018 году, данная попытка оказалась обречена на провал, в связи с тем, что она была проведена под эгидой системной КПРФ, а кандидат оказался заведомо под контролем власти и согласился на роль мальчика для битья, спойлера и прочее. Однако сама стратегема от этого хуже не стала. Если бы сейчас удалось достигнуть объединения хотя бы нескольких относительно крупных национально-патриотических сил, то это, естественно, нисколько не гарантировало бы успеха на выборах, но позволило бы создать узнаваемость для той фигуры, которая приняла бы участие в избирательной кампании. Совершенно не настаиваю, пишет Стрелков на том, что этой фигурой должен стать обязательно я. Во всяком случае, такой человек, обладающий харизмой и лидерскими качествами, опираясь на широкую поддержку, сможет в рамках избирательной кампании развернуть сеть избирательных штабов на всей территории России, создать необходимую структуру, сформировать новую политическую силу, независимую от действующей администрации президента. Как же плохо Игорь Стрелков все-таки разбирается в политике российской. Ну да ладно. Если политический кризис в стране все же войдет в свою терминальную фазу, именно он и выступит со своим вариантом предотвращения катастрофы. В данный момент необходимо срочно приступить к работе по созданию указанного объединения, выработать программу минимум, определить стратегию и тактику третьей силы. Находясь в местах не столь отдаленных, я лично не могу выступить в качестве организатора данного процесса. Возможно, это и хорошо, так как своим организаторским талантом вне военной сферы я, и не только я, отношусь скептически, как и все остальные, но тем не менее. Полагаю, что даже общее руководство из камеры СИЗО с учетом сложности контакта с внешним миром я осуществлять сейчас не могу. От тех соратников по КРП, которые не сложили руки и понимают наш долг перед народом России в текущей тяжелой ситуации, таких немного осталось, кстати, я ожидаю самостоятельных действий и проявлений инициативы. Среди вас есть, как мне известно, люди талантливые в различных сферах общественной жизни. Не ждите от меня указаний, действуйте. Если в чем-то сомневаетесь, уточнить позицию всегда возможно, но сидеть и ждать нельзя. Написал Игорь Стрелков 27 сентября. Тоже, так сказать, заранее решил наладить процесс объединения оппозиции. Ну, его процесс будет иметь примерно такой же итог, как и все остальные процессы объединения оппозиции. Но нам, конечно, с вами интереснее рассуждение Игоря Гиркина про то, что происходит сейчас и на фронте, и с группой Вагнера, и с его оценками ближайшего будущего. Наверняка и вам, и мне эти вещи гораздо более интересны. Итак, вот письмо за 29 сентября. Мой комментарий называется он «В отношении стратегической ситуации 29 сентября 2023 года», пишет Игорь Стрелков-Гиркин. «Повод», пишет он, «Встреча Путина Владимира Владимировича с Евкуровым и Трошевым. Заявление Министерства обороны России о том, что какие-либо планы в отношении мобилизационных мероприятий у Министерства обороны отсутствуют. Дополнительно, первое, очень сокращенная по сравнению с прошлым помощь США для поддержания боеспособности ВСУ. Второе, сужение изменений направления атак ВСУ, перенос усилий из районов, где возможны были теоретические стратегические успехи, Мелитопольское, Бердянское, Мариупольское направления, на районы Донецка и Бахмута, где при успехе возможное достижение лишь локальных, оперативных или вовсе тактических задач, но успех может дать возможность успешной пропаганде самой Украине», пишет Стрелков. Ситуация на фронте в данный момент. Стратегический тупик, в скобочках ПАД, назвать нельзя, так как обе стороны, РФ и НАТО, еще не двинули свои главные фигуры. Украина не может наличными силами вернуть потерянные территории. РФ не способна очистить от ВСУ территории ДНР Херсонской и Запорожской областей. Действия РФ. В Кремле с вероятностью 99% принято решение подморозить войну до выборов, то есть до марта 2024 года. Никаких действий, связанных со значительным усилением вооруженных сил России, способных серьезно обострить социально-экономическую и внутриполитическую обстановку в стране, предпринято до весны не будет. ВС РФ продолжит стратегическую оборону на плюс-минус существующих рубежах, имея в качестве единственной задачи не допустить глубоких прорывов или чувствительных оперативных успехов врага. Вопрос о том, какова будет стратегия на следующую весеннюю-летнюю кампанию, отложили в долгий ящик, возможно, в надежде на какие-либо события в лагере врага, которые облегчат внешнеполитическое положение России, успех Трампа и тому подобное. Действия США НАТО расписывает Игорь Савелков. Уверен, данная стратегия России, вышеуказанная для элит противника, секретом не является и полностью устраивает их в рамках стратегического плана изнурения и подрыва России изнутри. Никаких рисков стратегической обороны РФ для США НАТО также не несет. Противник уверен, что сможет поддерживать внутреннюю стабильность и относительную обороспособность так называемой Украины в текущих условиях сколь угодно долго. США более чем устраивает продолжение вялотекущей войны без перевеса какой-либо из сторон. РФ, в скобочках Путин, не готовы поставить все на карту. Прекрасно, так и планировали. Пусть слабеет понемногу, мы не будем спешить. Приводит он цитату в воображаемой им ситуации. Именно данной позицией объясняется значительное урезание размеров помощи Украине и крайне неторопливость с поставками уже обещанных образцов вооружения. Предполагаю, что крупный военный успех Украины для США сейчас представляется и ненужным, и даже может быть опасным, потому что он может спровоцировать Кремль на повышение градуса противостояния и какие-либо решительные действия по подготовке к ликвидации самой Украины. А это может в перспективе повлиять и на ситуацию в самих США НАТО, чему сейчас в Вашингтоне не готовы. Следовательно, логика такова. Будем подкармливать Украину понемногу, не пугая Путина, который пока еще относительно прочно сидит в кресле и контролирует ситуацию. Создадим у него впечатление, что мы близки к сдаче Украины и устали от войны. Когда придет время, мы сможем легко нарастить поставки в считанные недели, тогда как русским для полномасштабного наступления потребуются многие месяцы подготовки. Полагаю, что позицию США тайно и явно лоббируют в Кремле многочисленные сторонники примирения любой ценой, то есть капитуляции. Все они остались на своих местах. Пропаганда официальная криком кричит населению России о том, что никаких кадровых изменений не будет до и после выборов. А с учетом сохранения нынешней ситуации, их не следует ожидать от слова совсем. Как же я всегда поражаюсь, слушайте, читая всех вот эту, ну вообще всю вот эту вот плеяду людей, как же у них конспирологичное мышление. Везде какие-то заговоры, везде какие-то интриги, везде вот это вот все. То есть все, что имеет абсолютно простое, базовое, понятное объяснение, ну например там в Штатах это республиканцы, которые не дают продвинуть нормально, согласовать бюджет с поддержкой Украины, с передачей вооружения всего остального, это недостаточные мощности производства и так далее. Нет, им обязательно надо придумать какую-нибудь структуру, которая вот так вот, вот она что-то крутится, значит где-то все со всеми договорились, кругом договорники. Зачем, а главное для чего, не очень понятно. Но тем не менее, продолжим знакомиться с его выводами. Кремль полностью утратил или даже сознательно уступил внешнеполитическую инициативу и ждет у моря погоды, так как это позволяет вип-чиновникам не напрягаться или вообще ничего не делать, что они умеют виртуозно. США, НАТО никуда не торопятся, а мнение так называемой Украины никого не интересует, а оплачено вперед никуда не денется. На предстоящий месяц, вероятно, на осенне-зимнюю кампанию прогнозируют позиционные бои без существенных изменений стратегической ситуации. Возможно, отдельные операции с обеих сторон для пропагандистских целей. «РФ, мы идем вперед, вот уже улучшили позиции, скоро победа. Украина, мы идем вперед, освобождаем территорию, победа неизбежна». Взаимный обмен ударами по тыловым районам и инфраструктурам продолжится и будет нарастать. Его напряжение зависит только от масштаба выпуска боеприпасов в РФ и от получения их от НАТО для Украины. «Кровавый тень не толкай», о котором, как главной опасности я предупреждал еще с осени 2014 года, стал нашей безальтернативной реальностью. В условиях, если не произойдет чудо, он почти неизбежно приведет Россию к катастрофе и распаду целиком и частично. Нежелание власти РФ воевать по-настоящему понятно и обоснованно, так как несет в себе угрозу для их власти, что наглядно продемонстрировал так называемый пригожинский мятеж. Однако заплыв по течению в итоге приведет почти неизбежно, к тому же самому плачевному результату, но уже без вариантов. И тогда вместе с обрушением государства вип-элиты потеряют не только власть и деньги, но и жизнь. Если не все, то очень-очень многие, впрочем, в такое они не верят тоже от слова совсем. Во внутриполитическом аспекте прогнозирую постепенное усиление репрессий против всех, кто не идет в ногу с партией, причем без разницы, из какого лагеря. До выборов это будут пытаться маскировать. После триумфальной победы Путина по-другому быть просто не может. Возможны варианты, хотя жесткой диктатуре ждать тоже не приходится. Путин в нее не умеет. Как не умеет, абсолютно ничего делает больше, чем наполовину. Длинный текст, не учитывая вполне возможных черных лебедей, способных в считанные дни, а может даже часы, как было в июне, кардинально изменить картину. Записан за сутки до 40-дневной даты убийства Пригожина и Уткина. И.В. Гиркин. И.И. Стрелков. 29 сентября 2023 года. Ну а теперь давайте знакомимся с финальной частью писем Игоря Стрелкова. Одно из них было месяц назад, в начале октября. Значит, его одному из соратников. И вот, что этот соратник написал. А в конце ознакомимся с вами уже прям совсем свежей аналитикой Стрелкова, которая буквально день назад вышла в его канале. Итак, вот что он написал своему соратнику. «Приветствую, Михаил. Рад получить от тебя письмо. Думаю, что если бы ты его послал почтой, до меня бы оно или вообще не дошло, или шло бы очень долго. Рад, что ты вернулся живой и не коллегой. Надеюсь, у наших общих знакомых дела так же. Ты ничего о них не писал, а я всех о них беспокоюсь. Полагаю, с высокой вероятностью, что 17 октября я поеду обратно в СИЗО». Так и случилось. «А не под домашний арест, просто исходя из логики. Не имело никакого смысла держать меня в клетке, чтобы потом незадолго до суда дать возможность общения с прессой и т.д. Естественно, что никто, у кого еще оставались в голове мозги, не может всерьез полагать, что я стал бы скрываться от следствия. Мой арест нацелен на то, чтобы максимально заткнуть рот, и в этом отношении он неплохо работает, поэтому не вижу никаких причин, чтобы инициаторы дела стали бы менять статус». Мы помогаем с вами Игорю Стрелкову, так сказать, протолкнуться через закрывание рта со стороны российского государства. «На данном же основании полагаю, что штрафом или иным символическим наказанием дело не ограничится. Не для того же все затевалось. Меня надо выключить на год-два из повестки, чтобы не мешался под ногами у ублюдков из разных башен предележки власти. Буду сильно удивлен, если мне не дадут реальный срок – один-два года. Ситуация идет в разнос, и нашему пырям из-за пышечки не до реверанцев, на кону власть и даже их драгоценная шкура. То, как убрали повара, имеется в виду Пригожин, наглядная демонстрация того, что всякое стеснение отброшено, а мозгов у большинства и не было никогда. В остальном полагаю, что ситуация в стране на некоторое время стабилизируется, в кавычках, власти до так называемых выборов будут морозить все процессы. А что будет дальше, бог знает, но явно ничего хорошего, так как жирнова времени для подготовки к победе ради «внутренней стабильности», в кавычках, при сохранении в неизменном виде всей команды бездарного варья, а при воре ни к чему хорошему привести не может. И это еще при условии отсутствия черных лебедей, типа Пригожинского мятежа или поражений на фронте, которые вовсе не гарантированы от повторений. Затяжная война, пишет Стрелков, смертельна для нашей экономики и государственности, но именно на нее, тем не менее, сделали ставку в Кремле, в надежде на изменения к лучшему за счет внешних факторов, типа Трамп 2.0. Как видите, из интересного, и почему вообще, мне кажется, имеет смысл об этом поговорить, это оценка затяжной войны. То есть оценка Стрелкова сильно отличается от оценки много кого еще. Многие полагают, что затяжная война для Путина выгодна, что Россия успеет перестроиться, а внешние факторы сократят поддержку Украины. Однако, я, как и Игорь Стрелков-Гиркин, в этом не очень уверен. На мой взгляд, расчет Владимира Путина не тонок, а чисто полагает, что ну а вот что-то случится, я просто пересижу. По факту же, на мой взгляд, ресурсы России истончаются, и их становится меньше. А у Украины ресурсы растут. Ну, буквально взгляните на номенклатуру вооружений. Там образца 2023 года и образца 2022 года. За 2023 Украины появились западные танки, западные Брэдли, западные АТКМС, скальпы, Шторм Шэдоу и много чего еще. А скоро и вообще приедут Ф-16. Поэтому, да, конечно, есть определенная нервозность, в том числе у самой Украины, по поводу того, что вот, значит, как-то меньше интереса к войне в Украине, меньше поддержки, меньше помощи. Но, мне кажется, это такое временное качание маятника. И вот как в США подпишут, собственно, с финансирования Украины на следующий финансовый год на 60 миллиардов, сразу все вот эти разговоры, они куда-то испарятся. А Украина будет наращивать вооружение и возможности для того, чтобы одержать победу над Россией. Короче, не уверен я, что план Путин сработает. Точнее, не то, что не уверен, а почти уверен, что не сработает. Но здесь многое зависит от Запада. В общем, Игорь Стрелков-Гиркин тоже не уверен, что затяжная война – это такая уж большая победа для России. Ну вот подробные его самые свежие мысли. Письмо Игоря Стрелкова от 26 октября. Считай, прям недавно. Обзор военной и внутриполитической ситуации на конец октября 2023 года. Озаглавлено оно и написано, что кратко и тезисно. Давайте же ознакомимся с военной мыслью в застенках. Военная ситуация характеризуется продолжающимся плавным ухудшением положения вооруженных сил России на Украинском фронте. Несмотря на в целом успешное отражение наступления ВСУ в ходе летней осенней кампании, вооруженные силы России продолжают демонстрировать растущую слабость в сравнении с возможностями противника. Вооруженные силы не только не смогли перейти к широким наступательным действиям после того, как ВСУ самоистребились в ходе боев июня-сентября сего года, но и не смогли провести и успешно завершить даже ограниченные наступательные операции с оперативными целями. Так, неудачей завершились попытки продвижения в районе Купинска, завязнув на дальних подступах к городу. В целом, неизменным осталось и положение на Краснолиманском направлении, а тактические успехи первых суток наступления на Авдеевку остались именно тактическими, не получив дальнейшего развития, но привели к очень серьезным потерям живой силы и техники. Продолжавшиеся несколько суток авдеевские бои продемонстрировали неспособность вооруженных сил РФ добиться перевеса над ВСУ даже на очень узком участке фронта, несмотря на тщательную подготовку и неплохую координацию ударных сил и средств на начальном этапе операции, а также достаток боеприпасов, неслыханные с момента штурма Бахмута. Вместе с тем, на фоне провала попытки отодвинуть ВСУ от Донецка, противник начал демонстрировать те тактические приемы, которые, по всей видимости, будут им использоваться в дальнейшем на протяжении осенне-зимней кампании. А именно начать относительно массирования использования поступающей из стран НАТО, в первую очередь из США, современной авиационно-ракетной техники, купировать успешные применения, которые повсеместно вооруженные силы РФ оказались не в состоянии. Последовал разгром аэродрома в районе Бердянска, как наглядный пример будущих нарастающих ударов по мере дальнейшего поступления ракет и авиатехники. Представляется, что после или даже до Нового года, когда ВСУ будут переданы воздушные соединения, укомплектованные с самолетами F-16, ВСУ предпримут еще более массированные удары, уколы по наиболее болезненным точкам военной и гражданской инфраструктуры, а также могут попытаться создать локальные преимущества на краткие сроки на каком-либо участке фронта с целью новых попыток его прорыва. Вместе тем, основную ставку командования ВСУ в ближайшие месяцы будет вынуждена делать не на боевую технику по причине ее недостаточного количества, а на одновременное превосходство в живой силе и количестве войсковых частей и соединений, сохраняющихся, несмотря на понесенные летом значительные потери и из-за отсутствия РФ мобилизационных мероприятий, в перспективе весенне-зимней кампании, остающейся неизменным. Кризис с пополнением потрепанных соединений живой силы на так называемой Украине непременно наступит, но не в текущем году. Исознавая это, командование ВСУ пытается и будет пытаться успеть реализовать свое преимущество до наступления указанного кризиса. Причем вполне варварскими способами, путем повсеместных по всему фронту атакующих изматывающих действий, в которых тяжелые потери украинской стороны сопряжены тем не менее серьезными потерями вооруженных сил России. Судя по всему, командование ВСУ надеется, что после многомесячных боев удастся выбить и морально надломить наиболее стойкие российские фронтовые части и соединения. А надломеев добиться-таки прорыва и продвижения на наиболее перспективных направлениях. Но даже если подобная стратегия потерпит неудачу, она вполне может привести к тому, что к весне выдохнется не только ВСУ, но и ВСРФ будет по-прежнему неспособна сколько-нибудь широким наступательным действиям, что более чем устраивает США, чьи советники осуществляют фактическое руководство боевыми действиями, как воображает в своей главе Игорь Стрелков. Ставка на то, что максимальное затягивание войны ведет ВСУ к итоговому поражению, а на так называемую Украину вообще всем не утревать, лишь бы она продержалась до указанного момента, остается, по-видимому, неизменной, предполагает Стрелков. Однако такого рода позиционный сценарий вовсе не является чем-то гарантированным от слова совсем. Доходящие для меня сведения позволяют как минимум опасаться, что упорные попытки врага продавить истощенные многомесячными боями российские силы могут, к сожалению, иметь успех. Если не стратегический, то оперативный. В данном отношении наиболее опасным направлением мне по-прежнему представляется Херсонский, Днепровский фронт, где сочетание природных факторов дает противнику некоторые объективные преимущества. Именно на данном фронте в болотистой речной пойме ВСУ могут и пытаются реализовать свое превосходство в численности пехоты, тогда как применение тяжелой боевой техники, танков и бронемашин в данной местности затруднено. Цель у врага здесь есть и остается создание расширения плацдармов на левом берегу Днепра, прикрываемых огнем артиллерии с правого берега. Плацдармов, угрожающих крымским перешейкам по кратчайшему до них расстоянию. Не могу утверждать мало данных, но какие-то тактические плацдармы противнику, видимо, создать удалось. Но пока они не выросли до нескольких километров в ширину и в глубину, пока на них не переброшена тяжелая техника, серьезные угрозы для нас они представлять не могут. Предполагаю, что в ближайшие недели враг и займется попытками такие плацдармы создать, расширить, не оставляя при этом активных, отвлекающих действий на других участках фронта. Оперативной целью ВСУ на осенне-зимнюю кампанию вряд ли является прорыв к перекопу, но, скорее всего, захват кинбургской косы. Все вышеуказанное еще раз свидетельствует о глубокой ошибочности оставления Херсонского плацдарма осенью прошлого года. Ошибочности, которая, на мой взгляд, граничит с предательством. К сожалению, поскольку я теперь уверен в сохранении текущей линии Кремля, стремящегося любыми способами сохранить видимость мирного времени даже за счет военной целесообразности, контрыгры у командования ВСРФ нет никакой. Всю оставшуюся осенне-зимнюю кампанию нашим войскам придется провести в обороне, по мере сил пытаясь ликвидировать возникающие оперативные кризисы. Хуже того, к весне будущего года наша действующая армия будет, вероятно, еще менее способна к наступательным операциям, чем ныне, а противник серьезно усилится в военно-техническом отношении, что позволит ему пытаться и далее владеть стратегической инициативой. Прекраснодушные мечтания одного человека, я его называю Трындела Терпилович, и министра обороны о сотнях тысяч новых контрактников на будущий год, вероятно, так и останутся мечтаниями. Потенциал контрактников и добровольцев, которые могут быть привлечены на фронте, почти исчерпан. Новые крупные пополнения можно получить только путем новых мобилизаций, которые отложены до морковки на заговение, то есть минимум до президентских выборов, заключает Стрелков. Как видите, Стрелков в тюрьме стал намного менее плодовитым, тем не менее продолжает делиться своими опасениями и рассказывает, что, на его взгляд, не так с российской тактикой, какие у него перспективы. Он ждет проблем во внутриполитической истории и борьбу там всех против всех. Он ждет ослабевания российской армии и украинских прорывов, а также, собственно, расширения плацдармов на Днепре, на левом берегу. В общем, ничего хорошего о российской стране он, что называется, не предсказывает. Нам сложно обвинить его в предзатости, потому что он и до тюрьмы это делал, и после тюрьмы это делал, и вообще своих позиций особо не менял. Другое дело, что его, конечно, аналитические способности весьма ограничены. Тем не менее, я думаю, что вам было интересно послушать, что же там такое Стрелков пишет из тюрьмы. Пишите в комментариях, насколько смысл есть следить за этими сбитыми летчиками, потому что, ну, один из фигурантов сериала «Санта-Барбара», один из людей, который соревновался с Пригожиным за званием главного аналитика, а теперь и Пригожи на могиле Стрелков в тюрьме, Кашеварова с Тринадцатым друг другу глотки рвут. В общем, разваливается вся эта Зет-братья, и не сказать, что чувствуют себя очень прекрасно. Тем не менее, на мой взгляд, знакомиться иногда с тем, что они предлагают полезно, но нужно учитывать, что во многом, конечно, там много манипуляций, много пропаганды, и много вещей, которые не очень соответствуют действительности. Ну, в общем, пишите в комментариях, насколько нам с вами нужно знакомиться с мыслями этих сидельцев. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!